Развитие Арктики – новый вызов для России. От того, насколько успешно страна сможет работать на этой территории, во многом будет определен и успех в будущем. Ключом к развитию арктической территории должно стать освоение Северного морского пути, как главной жизненной артерии для северных территорий. Задача, стоящая сегодня на повестке дня – сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерии. Об этом говорили участники панели дискуссии «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста», прошедший в рамках Петербургского международного экономического форума. Северный морской путь – важнейшая часть инфраструктуры экономического комплекса Российской Арктики и связующая звено между Российским Дальним Востоком и западными районами страны, между Азией и Европой. Севмор-путь формирует условия для развития инфраструктуры морских портов, железнодорожных и речных коммуникаций. Одним словом, обеспечивают условия жизнедеятельности на северных территориях России. Поэтому, отмечают эксперты, в данном направлении развития Арктики необходимо создание альянса, в который бы вошли представители власти, добывающие компании и судовладельцы. В этом треумбирате должен быть создан бизнес-проект. Без сомнения, важная часть развития инфраструктуры и территорий. Поэтому и здесь, и в проекте будут регионы, будут губернаторы. Ну и, надеюсь, сформировав такой альянс равноправных взаимоинтересованных участников, мы и пересекаем. Вот, собственно, наш подход. Открытая платформа, в которой имеют право голоса и право внесения в предложение все. Территория, с одной стороны, доверия, с другой стороны, коммерческая проведенность. России до 2023 года необходимо построить до 10 ледоколов для обеспечения надежной и своевременной навигации по Северному морскому пути. На реализацию программы потребуется полтриллиона рублей. Я почти уверен, что никакие полтриллиона рублей на государстве чисто не видно. Поэтому мы вышли с предложением о смешанном финансировании. Где будет часть государственное денег, часть денег возвратное, скажем, денег ПНП, часть денег гостропорации Росатом, часть денег привлеченные в Чумсуму Федоростазии. К тому, что, формируя сейчас экономическую модель, мы должны заранее заложиться с договоренностями, с грузоотправителями и с перевозчиками. А тарифе атомного ледокола города именно он будет основанием для возвратности инвестиций, но и тоже гарантией для банков или для бюджета в случае формирования вот этих государственных поличастных инвестиций. С универсальными атомными ледоколами России будет обеспечено лидерство в Арктике, а «Севморпуть» может соперничать с Суэцким каналом в грузообороте. Вместе с развитием экономической составляющей арктической зоны нельзя забывать и про социальную. Об этом в ходе панельной дискуссии заявил экс-губернатор Ямала, ныне глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. В настоящий момент в программе по госразвитию Арктики, которая разработана до 2025 года, о человеке, живущем в Арктике, нет ни слова. Я вот специально выписал, извините, что там по бумажке, госпрограмма по развитию Арктики до 2025 года Министерство природных ресурсов. Четыре пункта. Лидостойка, платформа, проекты делаются в 2018 году, строительство природоохранного флота для морских инспекторов 12 штук, модернизация информационной системы «Север», это сборы предоставленной информации по северному морскому кругу, модернизация сети наблюдений за соответствующей, работающей в СССР, Арктической зоной в Росбитании. Программа 19,6 миллиардов рублей в 2025 года, основные деньги отридаются в 2012 году и так далее. Но это что? Это всё, что касается Арктики. Стоит же огромное количество социальных проблем в регионах, связанных не просто с инвестициями, не просто с перевозкой, стратегической, генеральной грозой развития новых месторождений, а живет последствия людей. Для этого в ближайшее время должен быть принят долгожданный закон об Арктической зоне и появится единая структура, которая бы возглавила работу по развитию Арктики. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север», Санкт-Петербург, Экспофорум.